Привет, друзья! С вами снова я, Дмитрий Егоров, и вновь мы приветствуем вас в магазине Squat Board Shop, лучшем борт-магазине города Москвы, Московской области, Российской Федерации, планета Земля. Галактики, друзья! Мы, можно сказать, защитники галактики. В общем, вы все поняли. Сегодняшний наш разговор, он будет о бренде, который, наверное, знаком каждому человеку, у которого есть маленький котенок. Когда у тебя есть маленький котенок, ты налимаешь ему молока в миску, даешь и говоришь, ну давай, лакай. Не переключайте ваши YouTube-каналы, друзья! Сегодня мы будем говорить про бренд из Лос-Анджелеса под названием Лакай. Бренд Лакай был основан еще в прошлом веке. Странно, да, вот сейчас говорить, уже сразу вспоминаются какие-то кориолиновые платья, пышные юбки, чума и король Людовик XIV. Но нет, это было намного позже. Основан он был в 1999 году двумя легендами скейтбординга. Это Рик Ховард и Майк Кэррол. Два человека, которые, кроме Лакая, сделали еще два других культовых бренда. Это Герл и Чоколад. И самые, наверное, интересные моменты из биографии бренда Лакай, это видео, которое они снимали. С момента выпуска их самого первого видео, которое называлось Fully Flared. Если не ошибаюсь, народ очень и очень круто оценил то, как там ребята катаются. Но настоящим событием стал фильм Flair или в переводе на русский язык вспышка, который вышел в 2017 году. И, по сути дела, это такой более, можно сказать, философский подход к скейтбордингу. Это фильм, который можно купить, а не просто бесплатно посмотреть, ну или скачать на каких-то пиратских сервисах. Фильм, который делала та же съемочная команда, которая снимала фильм «Быть Джоном Малковичем». И который действительно является событием не просто для мира скейтбординга, но и вообще для кинематографа. Поэтому, если вы увлекаетесь кино, кроме скейта, то обязательно посмотрите это кино, очень советую. А мы сегодня чуть побольше говорим о моделях бренда Лакай, которые есть в нашем магазине. Они действительно интересные, они практически на любой вкус. Вот какие бы тебе скейт-тапки не нравились, примерно такие у Лакай есть. Поэтому чуть подробнее о них сейчас расскажем. Модель Телфорд это такой реверанс как раз в сторону начала 2000-х лет, когда уже не было таких супер толстых кед для скейтбординга, но были такие высокие, похожие на классические баскетбольные кеды. И они есть в двух расцветках. В принципе, такие абсолютно стандартные, без каких-то супер подробностей. Ну, с хорошей защитой голеностопа, с хорошим классическим таким, с отсылкой к классическим баскетбольным силуэтам. Словом, если такой около-рэп-йоу стиль вам заходит, обратите внимание на эти интересные кеды. Другая, можно сказать, стандартная модель классических кед для скейтбординга, которая немножко напоминает нам бутсы по своему строению. Это модель Кембридж, низкая, тоже простая, тоже в достаточно таких классических расцветках темных. И мне вот особо понравилось в белое и зеленом как раз на лето, очень удобно. Я вам уже, плюс еще здесь такая кучуковая подошва, как на этих черных. Я уже не раз вам говорил, что я огромный фанат того, чтобы пачкать кеды. Когда кеды у тебя для катания, когда ты катаешься в них, ну, действительно нужно делать все, чтобы покрывать их какими-то красивыми шрамами и делать из них новую палитру. Они для этого и предназначены. Но, честно скажу, мне вообще вот эта идея нравится. Я думаю, что многие, кто занят в скейт-культуре, это ребята, не которые любят купить какие-то супер новые крутые шмотки и в них пантоваться, а которые любят удобство, которые любят что-то одно, что было бы долговечное, что было бы очень крутое. И что даже когда у тебя эти штаны или толстовка, или кеды уже в каких-то там засечках, потертостях, где-то рваны, где-то протершиеся, все равно они выглядят круто. Следующая модель тоже, как и предыдущая, отсылает нам к названиям английских городов. В этот раз Манчестер. Вот такие вот манчестерские кеды. Более интересный своей цветной окраской. Приятная замша. С одной стороны здесь такой нубук, сверху покрашенный с цветочками. Кстати, такой же принт еще и присутствует на слепонах от Лакай, которые тоже у нас есть. Какой скейт-бренд без слепонов? И Лакаевские слепоны, в принципе, достаточно такие удобные и интересные, как по внешнему виду, так и по расцветкам. То есть мы видим здесь небольшое усиление. Это не просто тапочки, но вот здесь немножко еще, чтобы голеностоп защитить, чтобы и удобнее в них было кататься. А с другой стороны классическая такая слепон-классика. Даже если вы не в Лос-Анджелесе, очень хороший вариант для катания. И еще классическая модель от Лакай. Это модель Флако. Это уже второй ее вариант. Здесь есть вариант на каучуковой подошве и есть просто вулканизированная подошва. Тоже очень такие приятные скейт-кеды, которые по своему строению похожи как раз на классическую скейт-обувь. Для тех, кто любит все такое спокойное и без каких-то лишних деталей. Для тех, кто любит эргономичные, современные кеды, которые решают, что все-таки нет. Да, вернее классические модели кроссовок и кеды, это все очень хорошо. Но все-таки у нас технологическая мысль идет вперед. Соответственно, нужно покупать что-то более современное, что же Лакай представляет и модель Эво для таких вот ребят. Она очень и очень легкая, она очень и очень приятная, мягкая. В общем, такая современная версия кед. Ну, не знаю, на мой взгляд, все-таки для скейтбординга это не самая лучшая модель, потому что здесь никаких элементов, чтобы не кататься и какие-то трюки исполнять нет. Но для того, кто хочет ходить по пляжу, например, и затем переобуваться из этих кед что-то там серфовое или скейтовое, это очень хорошие кеды на каждый день. В общем, это тот самый случай, когда кроссовки интересны не какими-то своими совместными проектами, не какими-то там коллаборациями или знаковыми моделями, а это просто кеды скейт-бренда, которые созданы для катания на скейте, уже по привычке говорю для катания на скейтбординге, которые созданы для того, чтобы весело и хорошо проводить время. Поэтому, друзья, если у вас есть котенок, говорите ему Лакай, если у вас нет котенка, приходите в магазин SquatboardShop и говорите мне, пожалуйста, кеды Лакай. С вами был Дмитрий Егоров, SquatboardShop. Новый магазин мы уже не раз рекламировали, поэтому просто заходите сюда, заходите на сайт Squat. Оставляйте интересные комментарии. Нравилось ли вам больше, когда я придуриваюсь или когда я стараюсь сохранять более-менее такую серьезность, мне это важно или нет. До новых встреч! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok